Одна из острых проблем новых микрорайонов – нехватка парковочных мест. И микрорайон Бутова-Парк-2 в сельском поселении Булатниковское не исключение. Видимо, этим оправдывают свои действия вот такие горе-водители, бросающие автомобили на газонах. Не спасают ни столбики, ни сферы, но такая парковка грозит автолюбителю как минимум административным наказанием. Согласно статье 6.22 кодекса, значит, часть 1 кодекса об административных правонарушениях, эти машины подлежат штрафу до 5000. За нарушением законодательства следит районная и местная администрации, а также управляющие компании. В ходе регулярных проверок специальная выездная комиссия фиксирует факт нарушения, составляет акт и отправляет в Госадомтехнадзор, который выявляет собственника и штрафует нерадивого автолюбителя. Сейчас мы пойдем по всему району, абсолютно по всему району, и будем все машины вот эти вот выявлять и принимать к ним меры. Вот решено было составить вот так вот выезжать, и мы будем в дальнейшем действовать так, пока мы не искореним это. Потому что даже ограждения где-то мы ставим, пытаются вырвать эти ограждения и все равно заехать. Не последнюю роль в просечении таких действий играют и управляющие компании. Ежедневно на портал Добродел у нас поступают обращения о незаконной парковке транспортных средств на зеленых насаждениях. И управляющая компания, находясь на территории, ежедневно мониторит, присылает нам фотоотчеты с подтверждением фактов. Совместно с нами мы осуществляем выезд ежедневно практически и отрабатываем эти обращения. Администрация совместно с застройщиками и управляющими компаниями регулярно мониторит ситуацию с парковками в новых микрорайонах. Делают дополнительные парковочные карманы, где это возможно, и ставят ограждения. Но нарушений по-прежнему много. Если вы заметили припаркованный на газоне автомобиль, не проходите мимо. Сфотографируйте, а лучше снимите на видео транспортное средство, его номера, а также адрес ближайшего дома. Информацию можно отправить на портал Добродел, в администрацию поселения или сразу в Госатомтехнадзор. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, ВИННОЕ ТВ. Продолжение следует...